Ирак рассматривает возможность выхода на рынок облигаций в этом году. Международные рейтинговые агентства дали оценку возможному выходу Великобритании из Евросоюза. Согласно прогнозу агентства среди стран ОПЭК, главным источником прироста добычи станет Иран, который по темпам роста добычи обгонит Ирак. Агентство отмечает, что в России уровень добычи в текущем году останется близким к историческому рекорду и составит 11,9 млн баррелей в сутки. Но в 2021 году из-за старения существующих месторождений и ограниченных инвестиций в разработку новых месторождений, добыча в стране снизится до 10,8 млн баррелей в сутки. Ирак, вторая по объемам добычи нефти страна среди членов ОПЭК, рассматривает возможность выхода на рынок облигаций во второй половине текущего года, сообщает агентство Bloomberg. Страна планирует обратиться к рынку еврооблигаций, чтобы получить порядка 2 млрд долларов. Возможно, иракские власти также обратятся за финансовой поддержкой к Международному валютному фонду. Падение цен на нефть на мировых рынках негативно сказывается на экономике Ирака, несмотря на то, что в прошлом году добыча нефти в стране выросла на 20%. К тому же страна страдает от войны с экстремистами, в том числе с террористической организацией Исламское государство. Власти Ирака намерены провести новые переговоры с МВФ, в которой в 2015 году уже предоставило Ираку 1 млрд 250 млн долларов для погашения огромного дефицита бюджета. Глава ОПЭК беспокоит развитие сланцевой нефтедобычи в Соединенных Штатах. Выступая на конференции в Хьюстоне, Абдал Альбадри заявил, что если цены на нефть поднимутся в связи с сокращением объема добычи другими странами-экспортерами, то производители нефти Соединенных Штатов смогут легко увеличить объем добычи и устранить дефицит. Альбадри в частности сказал, что сланцы в Соединенных Штатах не знают, как мы будем жить с ними. При любом повышении сланцевой отрасли немедленно отреагируют и ликвидируют сокращение объемов добычи. Глава ОПЭК считает сланцевую отрасль в США серьезным препятствием для мирового рынка нефти. Она не позволит эффективно сдерживать падение цен за счет сокращения объема добычи. Международные рейтинговые агентства дали оценку возможному выходу Великобритании из Европейского Союза, сообщает рейтер. Агентство Fitch и Moody's заявили, что если на референдуме будет принято решение о выходе страны из Евросоюза, то это принесет ей ущерб. По мнению аналитиков агентств, при таком развитии событий в Великобритании грозят долгосрочные риски при краткосрочной экономической модели. Агентство Moody's сообщило о возможном понижении рейтинга страны. Вице-президент Moody's Кэтрин Мюльбронер считает, что решение о выходе из Европейского Союза негативно повлияет на рейтинг британской экономики. Как сообщалось ранее, референдум в Великобритании состоится 23 июня. Мэр Лондона Борис Джонсон поддержал выход страны из Евросоюза. Шесть министров правительства Великобритании также заявили, что будут агитировать британцев за выход из ЕС. Италия предложила выпустить еврооблигации для финансирования мер безопасности и расходов на беженцев. Об этом говорится в докладе правительства страны, опубликованном на официальном сайте. Власти Италии полагают, что разрешение кризиса с мигрантами должно быть общей финансовой ответственностью. Кроме этого, в докладе предлагается изменить фискальные правила для стран еврозоны в связи с замедлением темпов роста экономики и уровня инфляции. Особое внимание уделено соотношению госдолга к воловому внутреннему продукту. Как свидетельствуют официальные данные, государственный долг Италии составляет 133% ВВП. Более высокий показатель имеет лишь Греция. Италия также поддержала предложение о введении должности министра финансов Евросоюза и создании европейского казначейства. Европейский Союз намерен вновь заняться расследованием деятельности Google. Регуляторы Евросоюза будут изучать рекламную политику американской интернет-компании. Антимонопольные ведомства уже опросили несколько крупных компаний по вопросу интернет-рекламы Google. Для обвинения компании Google в нарушении антимонопольного законодательства необходимы соответствующие факты и подтверждающие данные. Как сообщают информированные источники, среди ряда сомнительных сделок особое внимание европейских регуляторов привлекло соглашение между Google и Apple. Суть его заключается в том, что производитель iPhone получил от интернет-компании Google 1 миллиард долларов за сохранение в гаджетах поисковой строке Google.